Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, и я его ведущий Олег. Тема сегодняшнего нашего с вами разговора будет упавшие уши у немецкой арчарки. Очень много вопросов на эту тему, причины возникновения, как выглядит все это дело, ну и соответственно, что мы сможем с этим сделать. Причин несколько – синдромы упавших ушей. То есть первая причина – это генетическая, то есть если папа с мамой были отбракованы уже по этому поводу, что у папы или у мамы был залом ушей, и они были отбракованы, но вот владельцы этих собак как бы поставили уши своей собачки, то есть физически это выглядит нормально сейчас у собачки, то есть залом был, залом ликвидировали, и здесь уже недобропорядочные, скажем так, владельцы производят щенков, ну и соответственно, выдают их как нормальных щенят, без генетических последствий. Причина номер два – это неправильное формирование ушевого клеща. Может она произойти из-за несбалансированного, неправильного питания. Итак, как же это дело выглядит? Здесь я вставлю фотографии, вы посмотрите на них. И теперь, что мы сможем с этим сделать? Ну, я понимаю владельцев, которых ушки падают, они начинают переживать, и, скажем так, эта передача рассчитана на добропорядочных владельцев. Если вы чувствуете, что у вашей собачки уже сформированный залом, посредством, при помощи моей передачи, мы с вами сейчас попробуем исправить это положение. Но я надеюсь на вашу порядочность, и что вы не будете производителями, во всяком случае, вы не будете продавать своих щенков, как полностью генетически сформированных и нормальных, без отклонений. Айбар, иди ко мне. Сидеть. Маленькое помещение у нас здесь. Вот видите, вот этой собаке уши ставить не надо, у нее по породе лабрадора. Она и так должна быть с опущенной ушами. Ворок. Окей. Схакбар, ко мне. Глори, на место иди. Место. Схакбар, нет. Схакбар, ко мне. Сидеть. Ну, что-то начинает. И так, его не будет видно, будет видно его только ухо одно. Вот смотрите, вот оно ушко. Вот ушко. Айбар, как тут октябрь, чтобы тебе видно такая камера. Ну, я возьму, наверное, камеру. Вот так будет понятен. Сидеть. Вот так, вот сейчас вы видите двух представителей пород. У одной породы уши не должны стоять по стандартам. У другой породы ушки должны стоять по ее стандарту. Вот, смотрите. Вот оно ухо, оно вам поджимает. Ухо. Сейчас. Думаю, что я с ним манипуляции какие-то буду делать. Вот, вот оно заломлено, да. Вот примерно так это выглядит. Заломленное ушко. Вот таким образом, да. И вот здесь стоит подразделять. Значит, должно быть пятно контакта. Вы должны найти это пятно контакта. Ложите. Так даже удобнее будет. Вы должны найти это пятно контакта. То есть, что представляет из себя это пятно контакта. Берете ушко и нащупываете. Вот двумя пальчиками я показываю. Вот так вот, вот соприкосновение. Когда начинаете поджимать. Начинаете поджимать. И у вас ушко раз и встало. И вот здесь самое главное в этом моменте во всем. Если пятно это контакта находится в верхней трети уха. То делать, в принципе, ничего не надо. Но если пятно контакта находится вот здесь, в нижней части. То здесь уже может сформироваться залом. Скажем так, пережмутся кровеносные сосудики. И ушко останется таким висячим на всю жизнь. Поэтому, как минимум, нужно предпринять несколько манипуляций. То есть, какие? Ушко у нас стоит от трех месяцев у немецкой овчарки. Ну, до полугода, скажем. В полгода уже уши должны стоять. Как мы можем помочь собаке? Давайте вот подумаем, что там происходит. Вот происходит залом уха. Ну, вот как вот у Лоры, да? У нее это в порядке вещей. У немецкой овчарки это не в порядке вещей. Происходит... Лоры, нет. Нет. Лежать. Молодец. Происходит залом уха. И что здесь происходит? Здесь происходит нарушение питания. То есть, кровеносные сосуды пережимаются. Формируется хрящевой залом. Ну, и как минимум, мы должны с вами сделать такие манипуляции, как сделать прилив крови к залобленному месту. Каким образом мы можем это сделать? Ну, во-первых, мы можем... Самое простое, что сделать? Ну, скажем, у вас верхний третий сейчас залом сформировался. Вам никакие конструкции здесь делать не надо. Потому что, ну, тут... Ну, представьте себе, да, вот так вот вот. Это ничего страшного. Оно само поднимется. Если пятно, я вам повторюсь, пятно находится в верхней трети уха, то делать ничего не надо. Можно провести простые манипуляции. Это через каждые 2-3 часика. Ну, как собачку гладить начинаете. Да, вот подходите и массируете. То есть, тем самым вы делаете приток крови и кровоснабжение питательными веществами, которые хрящи формируют. И с вашим мушком будет все в порядке. Потом в щенячьем возрасте, в щенячьем возрасте породы, которые должны по стандарту стоять уши, их вот так по голове гладить не надо. Смотрите, что происходит. Вот я начинаю гладить, собака поджимает уши, да? Ну, это рефлекторно она делает, потому что она понимает, что ее сейчас будут ласкать. Она как бы перед вожаком стаи показывает свое низшее положение, что она согласна с ним, принимает ласку. И ухо, видите, в каком положении? Оно сгибается. Поэтому у щенков со стоячими ушами по стандарту не рекомендуется их гладить и ласкать именно по голове. Ну, давайте поговорим теперь, как мы можем помочь собачке. То есть, растираем спиртом, да? Вот верхняя треть мы растираем спиртом, то есть, приливы к крови вызываем и питательных веществ. И просто массируем спирт, растираем, спирт, растираем, спирт, растираем. Так у нас ушко поднимется. То есть, верхней трети, нет ничего страшного, ушко само встанет. Если же у нас пятно контакта, которое я вам говорил, ощущается вот так вот двумя пальчиками, вы нажимаете, и пам, ухо встало. Вот здесь вот находится, внизу, то здесь уже нужно пластические какие-то конструкции делать. Их несколько вариантов. Ну, давайте сегодня я вам покажу, как сделать два варианта. Ну, первое, это из поролона конструкция. И второе, это конструкция из спичек лекопластыря. Ну, и в первом случае нам пригодится лекопластырь. Что нам для этого надо? А для этого нам понадобится... В первом случае, где мы будем делать конструкцию из спичек, нам потребуются сами спички. Не зубочистки, а именно спички. Попозже я объясню, почему именно спички. Бритва. Лекопластырь. Желательно лекопластырь широкий. И советский, вот этот вот тряпочный лекопластырь. Ну, у меня грязненький немножко. Из машины только достал его сейчас. Почему широкий? Для того, чтобы не было вот этих вот нагромождений из полосок. Я не буду на своей собаке показывать, тем более брить ему ухо. Но примерно вам расскажу, чтобы было понятно, как это делается. Делается это очень просто. Мы берем бритву с внутренней поверхности. С внутренней поверхности нет. С внутренней поверхности уха мы с вами выбриваем волосистую часть, волосы все. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы сцепка лекопластыря с кожей была наиболее сильная. То есть волосы нам помешают приклеиться сильно лекопластырьу. Поэтому мы их сбриваем. Ну, как вы это будете делать? Ну, я не знаю. Собачка лучше, конечно, когда она спокойная, адекватная. Если вы не поощряли возбужденное состояние собак, и можете проводить эту манипуляцию, когда собака не спит. Когда собака у вас бодрая, и вы поощряли, нарушили уже, то есть она не дается вам, вы можете сделать это в спящем состоянии. Щенки у нас, как известно, спят много, поэтому проблем, я думаю, здесь не составит. Ну, проснулся, значит, чуть попозже это сделаете. В течение дня я думаю, что побрить ухо – это не проблема. Ну, или два, если у вас там два залома. Ну, обычно бывает один залом на каком-то одном конкретном ухе. Вот, поэтому выбриваете полностью вот эту вот поверхность. То есть, ну, кончики не надо, да, там, например. А вот здесь вот, вот эту часть, вот эту часть вы полностью выбриваете. Что мы делаем дальше? Дальше мы на всю ширину уха отрезаем полосочки, ну, такой примерно длины, чуть побольше спичного коробка, и обклеиваем всю поверхность уха, которого мы сделали. Что делаем дальше? Дальше можно сделать в несколько слоев. То есть, будет у нас уже такой каркас. Нет, смотрите, предварительно, еще раз повторюсь, значит, мы выбрели, смазали, ну, перед этим, правда, еще взяли, почистили ухо, то есть, чтобы не на грязное ухо это все делать, почистили ухо, побрели ухо, смазали ушко спиртом, опять же, для того, чтобы сцепка ликопластыря была более сильная такая, обклеили в один, ну, или в два слоя, скажем так. Полосочки лучше делать один на один, то есть, вот одна положим, полоска идет, да, следующую мы делаем чуть поверх, следующую еще чуть поверх, то есть, чтобы это было не стык в стык, а чтобы это было внахлёст. Ну, в общем, треугольник уха вы обклеили, дальше берете спичечку, почему не зубочистки, потому что у зубочисток конец острый, оно может травмировать ухо. Дальше берете спичечку, срезаете вот эту серную головку, можете ножичком, при помощи ножа, сделать, ну, круглые, чтобы они были, чтобы ушко не травмировалось. Вот, и смотрите, вот у вас обклеенная, как бы ушко уже вот эта часть. Мать, Барки. Поверни. Молодец, хорошо. Вот эта часть уже у вас обклеенная. Вот она. И вот здесь веером из трёх спичек, веером из трёх обработанных спичек, вы ставите... Так, Барки. Ну, давай мы людям покажем с тобой. Вы ставите вот так вот, вот приклеиваете ещё спички вторым слоем. Приклеили вторым слоем, надёжно закрепили, чтобы они у вас не отвалились. У вас ушко встаёт, оно относительно головы здоровенное, кажется, оно может у вас завалиться в эту сторону, да? Вот чтобы этого не произошло, хотя бы какую-то часть на втором ухе вы тоже подбреваете, 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 обрабатываете спиртом. Вот одной рукой мне неудобно, конечно. И склеиваете частью, склеиваете частью лекопластыря, вот так вот, вот, смотрите. Вот так вот, вот, склеиваете частью лекопластыря два уха рядышком, и тогда они у вас будут стоять. Ну, естественно, вот этот лекопластырь, он будет у вас отваливаться постоянно, но увидели, подклеили заново, увидели, подклеили заново. Ну, вот такая вот, как бы, процедура. Не шибко сложная. Сейчас я вам расскажу о втором способе. Он наиболее приемлем, наименее, скажем так, трудоемкий, и эта штука будет, как бы, собачке даже больше, немножко нравится. Второй способ. Второй способ. Этот способ более простой и более, скажем так, эффективный. Вот, нам для этого потребуется поролон, это может быть, как кусок такого тонкого поролона, либо это будет кусочек более широкого поролона, с которого вы должны будете вырезать, как бы, внутреннюю часть, внутренний слепок, скажем так, внутреннюю часть уха. Ну, как сделать вот из такого кусочка, значит, Лора, что ты к нему приставаешь? Что тебе надо к нему? Примерно, примерно. Иди ко мне. Акбар, Лора, нет. Акбар, Примерно берете, прикидываете ухо, ага, вот оно такое ухо у нас, вот примерно так вот, вот это будет все выглядеть. Скручиваете трубочкой, скручиваете трубочкой, берете ножницами, вырезаете, вырезаете, после чего взял в жопу и дверь открыл. Зачем? Вырезаете, после чего берете тот же самый ликопластырь, Акбар, не ходи туда, тот же самый ликопластырь, ну и закрепляете, скажем так, по диаметру, у вас получится такая трубочка, трубочка раскрутилась уже, получится вот такая вот у вас трубочка, ничего сложного в этом нету, можете полностью ее обмотать, но это необходимости нету, главное, чтобы она просто держалась, ликопластырь у меня старенький, разматывается плохо, в машине год-два пролежал уже, вот, главное, чтобы это подходило внутреннюю часть вашего уха, у собаки, то есть, это будет каркас, на котором ухо будет держаться, что мы делаем дальше, ну, дальше, просто под ухо вырезаем лишнюю верхнюю часть, вот так вот, у меня будет ушко здесь, вот здесь будет слуховой проход у этого ушка, я просто подрезаю, чтобы лишнего не было, ничего такого, и вот в таком положении, примерно, я это буду вставлять в ухо, вот, получилась такая фигня, то есть, вот так вот будет ушко, в ушко это будет вставлено, это будет внутренний каркасик, и давайте к собачке перейдем, Акбар, сидеть, Акбар, сидеть, соизволил, видите, у нас служебная собака, какая, как команда, четко выполняет, услышал, сразу сделал, Акбар, вот, ну, одной рукой мне это неудобно делать, ну, вы поняли, да, блин, одну руку я камеру держу, мне не получается, помощника у меня, к сожалению, нету, вы берете вот эту часть, вставляете, вставляете, вот сюда, вот в ушко, вставляете, вот так вот, вот в ушко, оно поддерживает у вас ухо, для того, чтобы оно не падало, и еще один моток ликопластыря, обматываете вокруг уха, то есть, вот видите, оно как-нибудь, э, взял, выкинул, естественно, собачке это будет неприятно, оно первое время у вас будет трясти головой, но вы к этому должны будете готовы быть, вот, видите, вставляете вот так в ухо, и еще один виток ликопластыря, вы делаете вокруг уха, если два уха у вас завалились, значит, делаете два таких тампона на два уха, и склеиваете точно так же уши между собой, самое главное в этом во всем, вот, если вы взяли, реально знаете, что вы взяли хорошую собаку, с хорошими родителями, и у вас вы видите, что в первый этап еще только ушки начинают заваливаться, и нету пока еще вот этой вот бороздочки залома, залом вы увидите, если он сформировался этот залом, то исправить это уже, ну, очень тяжело, то есть хорошо, если у вас просто пятно контакта, вы поднимаете ухо, но если у вас сформировался уже залом, это уже самое тяжелое, конечно, положение, для профилактики всего этого мероприятия, чтобы у вас уши не заваливались, я еще раз повторюсь, вы знаете о том, что производители, родители, скажем так, этого вашего щенка, являются, без заломов они были, то есть генетически подрасположенности нету, значит, обратите внимание на то, чем вы кормите свою собаку, то есть я повторюсь, что рацион питания должен быть сбалансированный, чтобы собаке были все те вещества, для того, чтобы стояло ухо, и кости были здоровые, чтобы не было ни дисплазии, тазобедренного сустава, ни завалов ушей, кормить собаку нужно правильно, вовремя, но самое главное, правильно, вот, потом, не буду делать, называю сейчас препараты, то есть рекламу я не буду делать этим препаратом, но если вы в интернете покопаетесь, то есть специальные препараты, для того, чтобы улучшить кровоснабжение уха, и для того, чтобы посредством этого кровоснабжения, доставить специальные вещества, которые формируют у нас хрящевую ткань, такие препараты есть, то есть, одновременно, скажем так, с пластическими методами, которые я вам показал сейчас, нужно также применять какие-то медикаментозные препараты, лучше всего сходите, конечно, к ветеринарному доктору, ветеринарный доктор вам все посоветует, и так, я надеюсь на то, что все, кто посмотрел сейчас этот сюжет, это добропорядочные владельцы, если у вас уже произошла такая ситуация с заломом уха, ну не наваривайтесь, не надо делать деньги на это, выдавать свою собаку, как будто бы у нее ушки стояли, все в порядке, и вы не проводили никакой пластики, давайте будем честными, любите свою собаку, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится, с вами был канал Яймой Хвост, я автор и ведущий Олег. Ребят, значит смотрите, вся эта конструкция должна у вас будет продержаться где-то в течение 2-3-4 недели, то есть раз в 3-4-5 дней вы снимаете всю эту конструкцию, чистите ухо собаке, то есть потому что, ну серу надо бы очищать, надо собачке чистить, тем более, когда у нее на слоении идет, вот стоит этот тампакс у нее в ухе, то соответственно слуховой проход, он будет забиваться, то есть это естественная реакция как бы организма, оно будет как бы прочищать, и сера будет наиболее интенсивно выделяться, поэтому где-то раз в 5 дней вы снимаете эту конструкцию, прочищаете это ухо, не даете от отдыха никакого, то есть не надо там потом 2-3 дня формировать опять новый залом, который мы только что с вами поправили, а сразу же восстанавливаете конструкцию совершенно и свежих материалов, ну тампакс положим этот менять не надо, то есть поролоновую эту вставку не надо менять, а конструкцию спичек вы заменяете полностью, то есть старую клеить смысла нету никакого, потому что как бы она уже у вас и не приклеится, собственно говоря, поэтому новый лейкопластырь, спички можете старые использовать, но лейкопластырь новый. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова